всем привет в этом видео хочу показать какие бывают клетки в крольчатнике и вообще какой может быть крольчатник в своем хозяйстве так сказать мини ферма вот такая вот клетка это вот одна с кроликами очень самый удобный способ содержания вот такой клетки одноярусная не двухэтажная все отходы кроличьи они падают вниз в такой вот желоб который который простым способом обыкновенным выметается вот такой вот щеткой вот такой вот щеточкой вот значит кролики себя так в таких клетках очень хорошо себя чувствует сама сама клетка очень удобный подход клетки очень удобный вот это короткое видео такой если нужны подробности об этих клетках а их изготовление могу снять отдельно видео рассказать вот также есть и вот такая вот двухъярусная клетка зайчиками для зайчиков этого тут уже с маточников там сейчас крольчиха вот это вот мама родила кроликов их там не видно они закопаны не буду беспокоить тревожить вообще если нужны подробности разведение кроликов могу отдельно видео снимать рассказывать делиться секретами самый самый аккуратный способ самый удобный способ и неприхотливый такое содержание маленького пушного зверя зайчиков вот все они живут отдельно каждый свои секции достаточно им удобно удобно кормить вот такую вот такие кормушечки можно изготовить самому насколько я слышал где-то что это называется шедевый способ разведения кроликов ничего сложного разведения кроликов нету кролики достаточно неприхотливые особи животные зверушки если надо будет тоже расскажу отдельно пишите в комментариях что удобно в этой клетке удобен подход к вот просто открывается так крышечкам и сверху все дело можно наблюдать за кроликом ухаживать кормить так что вот так вот вот зайчаный конец такой вот чувствуют они себя вообще прекрасно все это дело организовано в обыкновенном сарае этот ковер я повесил на окно старый какой-то ковер от солнца как в юрте получилось это вот портрет котика мой племянник нарисовал вот такой думаю куда повесить вот повесил сюда это ихний президент кролик кроличий президент кот так что вот такие вот сколько здесь раз два три четыре пять шесть семь восемь и с этой стороны 8 16 секций все дело весь все их не отходы все какашки проще говоря какашки их не все падают через сетчатый пол и уходят высыпаются вот в такие вот бачки такие контейнеры вот видно не видно вот такие так снимаю в таком режиме без монтажа сразу вот там вот смотрите это вот я не занял специально если когда заметаешь вот этот тот весь их не навоз вот в это отверстие легко все сметается джелл в котором все их не отходы находятся легко чистится и блестит прямо весь аж блестит то есть я специально сейчас вот мне не займем сейчас штатива нет у меня я бы показал как это дело делается вот и очень очень легко ухаживать при таком подходе никакого нету никакой проблемы с чисткой клеток вообще нету три минуты уходят на заметание три минуты всего уходят ну пять минут ладно пять минут но все равно ты не возишься с говном просто взял его смел и баки потом вынес можно это делать хоть каждый день можно делать раз в неделю можно раз в две недели кому как нравится кроликов в сарае не холодно они морозы переносят очень даже неплохо вот им даже холод полезнее чем жара такие вот зайчатки этот общительный всегда общается всегда ему все нравится зайчонок именно я с королям не дают не знаю что это как-то мне кажется что это не этично давать зайцам именно вообще это конечно же не развлечение разведение короля и королей это так сказать сельхоз промысел такой вот небольшой который кому-то приносит доход конечно кто умеет продавать и торговать а кому-то не приносит просто как хобби но если постараться то бизнес достаточно можно организовать они плодятся что шальные если регулярно накрывать и регулярно или и есть куда их распределять потом подрастающее поколение то можно этим заниматься без проблем вот на первых этапах конечно будет это все ну как бы эффекта особого не будет но потом в процессе само собой одно как-то получается само собой что уже и реализация откуда-то берется сама даже просто вот где-то предложить и все вот это вот здесь тоже удобно вот здесь вот поддон выдвижной туда тоже все экскременты зайчи уходит по дому так ну вытягиваешь и вносишь и все это на навозную кучу вот навоз потом можно конечно же использовать для огорода у кого есть этим занимается такой вот крончатник вот сейчас я возьму общий план вот вот такой вот помещенец и вообще в принципе совсем-совсем-совсем-совсем небольшое но вот вместились они все компактненько красивенько так это бутылка мешается убрать бутыль водичку всегда надо давать кроликам они любят пить водичку едят все все подряд все подряд едят ни одного летального случая не произошло уже два года вот так вот организовал такой вот микрофермочку такой вот тут вот еще у меня есть вот там вот зайчишка я его отсадил но и вот это вот вообще бывшая тумбочка я взял просто выпилил окошки и сделал такой вот клеточку и дно тоже сетчатая и вот пол пол сетчатая а это вот такой тоже поддон там черненький кролик его там не видно вот такой вот способ разведения еще раз вот все чистенько все аккуратно пол просто земля можно что ведь конечно насыпать сюда там песок или еще чего-нибудь как-то ну вот тут утрамбовался он такой он плотненький не грязи ничего и самое интересное вот чистота вообще во всем во всем помещении то есть все 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 их не отходы и падают в этот в эти желоба вот такие вот такой вот способ тоже общительные кролики этих уже скоро рассаживать надо они не знаю два самца и брат сестра не знаю пока еще они это вот водичку он пьет вот такой вот вот они знают все прекрасно зайчики знают вот он пьет из носика специальный такой ниппельный по или позов вот просто его в бутылку врезаешь вот так вот и все они пьют кормушки вот такие вот тоже вот я подглядел как изготовить и вот так вот нарезал и это профиль алюминиевый под гипсокартон 90 на 90 по моему размер и вот такие вот корзиночки делаешь рукавом подачи так сказать засыпки комбикорма вот такой вот способ такие вот такая вот клетка просто хотел показать не получается у меня конечно снимать как надо научусь может быть получше будет качество сценарии надо наверно какие-то писать заранее так вот решил спонтанно заснять если есть какие-то вопросы пишите в комментариях отвечу у кого будет желание ставьте лайки потому что я рассчитываю немножко на то что каким-то образом у меня все таки видео съемка будет давать какой-то небольшой доход хотя бы на пропитание вот этим вот зайчаткам но что иной раз комбикорм конечно это может быть иногда накладно едят они постоянно постоянно едят затраты на комбикорм ну небольшая но есть конечно в месяц надо вот учитывать кстати это в бюджете всегда с вами это комбикорм а так все остальное конечно надо заготавливать и траву сена овощи они любят все остатки от овощей съедают запросто хлебные остатки тоже сухой хлеб тоже едят да и обычный хлеб дать она слопают за здрасте не знаю все говорят что нельзя давать им их кучит там еще что-то я чё-то никогда этого не замечал вот и вообще никаких симптомов ни у одного зайца ни разу не было вообще каких-то болезней как многие тоже вот сжалуются страдают вот что-то у них танцы как-то не ладится такой вот крольчатник спасибо что посмотрели это видео пишите в общем всем до свидания